Всем привет, мои дорогие, любимые зрители! Ну что, пока у меня не сел микрофон, пока закончился весь ремонтный шум, я могу снять видео про парфюмерные дубли. Вы очень любите эту рубрику, я тоже люблю эту рубрику, я люблю изучать, смотреть, какие ароматы я дублю, то есть, что меня сподвигает повторить флакон одного и того же аромата при всем том большом выборе парфюмерии, который есть сейчас у нас на рынке, и значит, что аромат действительно очень сильно понравился, если я решила его задублить. Итак, поехали, парфюмерные дубли. Первый аромат, который я задублила, это, знаете, сейчас будет... Та-дам! Сокровище, которое лежит в коробке, и почему-то крышечка там болтается. Как вы думаете, что это? Это Тициана Теренци Касс. Закроем эту прекрасный сундук, чтобы не садилась батарейка. Два флакона аромата Тициана Теренци Касс у меня в коллекции, и сейчас я даже нанесу один из них, чтобы обновить и вспомнить, что это, потому что, как я купила этот аромат зимой, прошлой, в конце прошлой зимы, так я до зимы к нему не возвращалась, сейчас надо будет пользоваться. Так, кто-то пришел ко мне. Скажи привет! Скажи привет, скажи! Ты любишь ароматы? Любишь ароматы? Скажи, я очень люблю нюхать всякие разные ароматы, да? Будешь таким пользоваться парфюмом? Кто писал, что Зара все это нюхает, действительно, ей это все нравится, то есть она прям гурман парфюмерный у нас, да? Парфюмерный гурман. Как тебе этот аромат? Она, кстати, сейчас прибежала, я стала его распылять, и она прибежала на запах. Думает, наверное, тут что-то вкусное раздают. Вот аромат на тему розы, черного и белого перца, это такой необычный очень аромат. В нотах этого аромата даже есть береза и ут, серая амбра и ваниль. Это очень непростой аромат, он не сладкий, то есть нельзя однозначно классифицировать его как истинно мужской, либо женский аромат, он подойдет и мужчинам, и женщинам. Он очень необычный, если вы не пробовали, его обязательно попробуйте, потому что, ну вот, похожих ароматов я не знаю, у Тициана Теренса есть, у Тициана Теренса есть похожий аромат, похожий в направлении Росса Помпеи, но там больше сладости, там больше кококольности, а здесь что-то такое интересное, непонятное, но очень-очень притягательное. Касс Тициана Теренса, мой первый парфюмерный дубль. Короче, что-то сегодня все у меня не заладилось. Сейчас снимала несколько ароматов, рассказывала вам про мои дубли, снимала даже распаковку, но я забыла нажать на кнопочку записи видео, поэтому начинаем все сначала. Мой парфюмерный дубль это Орлов, Орлов Перис. Это очень-очень классный аромат с красивым шлейфом. Я этот аромат показывала вот в этом видео, самые лучшие ароматы этого года. Принадлежит аромат группе цветочной, мой любимый парфюмер Доминик Рапион. Я задублила этот аромат, потому что аромат снял с производства, ушел с продаж, поэтому я купила себе второй флакон для того, чтобы у меня он был, потому что в будущем мне предвидится его купить. В аромате бергамот, цветок апельсина, тубероза, жасмин, базе мускус и ваниль. Это очень красивый аромат. Я не знаю таких ароматов, не знаю похожих ароматов. Это мягкий аромат, то есть я неоднозначно отношусь к парфюмам с туберозой. Здесь она меня не напрягает, она не металлическая, она сливочная в этом парфюме. Я влюбилась в аромат по шлейфу, соответственно, у аромата очень красивый шлейф, поэтому обязательно его задублила, чтобы не остаться без этого аромата. Орлов, Орлов Перис. Распаковку, которую я только что снимала, я снимала распаковку Killian Princess. Я задублила аромат Killian Princess, но вот в этом прямоугольном классическом флаконе Killian. Я уже его попробовала, он ничем не отличается от оригинала, от классической версии. Выпущен аромат в 2018 году, на старте здесь лимон. В сердце зеленый чай, имбирь, персик, гидеон. Также в сердце жасмин и яблоко, а в базе маршмеллоу, ваниль и бензоин. Аромат в шарике стоит у меня при выходе из квартиры. Я им часто брызгаюсь, особенно красиво аромат звучит зимой. Он согревает, он поднимает настроение за счет маршмеллоу, за счет нот ванили красивой. И вот это маршмеллоу, персик, зеленый чай, имбирь. Это все очень красиво, все очень нежно, тонко, женственно. В общем, обожаю этот аромат. Из коллекции шариков, это мой самый любимый аромат. Killian Princess. Мой парфюмерный дубль. Прежде чем мы продолжим, поставьте лайк на это видео, вам не сложно, мне будет очень приятно. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы еще почему-то не подписаны. Следующий аромат, который я задублила, это Alman 02 синоним. У меня такая коробочка, еще не распакованная, абсолютно запечатанная. Обожаю упаковку марки синоним. И обожаю этот аромат. Тропический, фруктовый, ванильный, пудровый. Здесь аккорд полевых цветов, белая орхидея, магнолия на старте. В базе ваниль, сандал, мускус и даже молекула iSoy Super. Посмотрите, как я уже практически половину флакона выпила, использовала, потому что это универсальный аромат на все случаи жизни, на все времена года. Аромат и развеселит зимой, и вольется в такой весенний вайв, весеннее настроение весной, и летом, и осенью. В общем, в любую погоду этот аромат всегда к месту. Alman 02, мой любимый аромат у марки Синоним. Если, например, Bianca 01, аромат, который я показывала в прошлом видео, это очень насыщенный, такой напористый, сладкий парфюм, то это очень легкий, женственный, звонкий, тонкий аромат. Аромат праздника, аромат шампанского, аромат нового года, Alman 02, Синоним. Задублила, если я аромат задублила, значит мне аромат действительно очень-очень сильно понравился. Следующий мой парфюмерный дубль это новинка Queen Q от Dolce & Gabbana. Я взяла себе флакончик побольше, пока его не распечатываю. Здесь у меня малышок 30 мл, а это у меня флакон с короной побольше на 100 мл. 2023 год выпуска аромат. Очень-очень легкий здесь. Сицилийский лимон, красный апельсин, жасмин, вишня, гелиотроп, мускус и кедр. Очень тонкий, очень звонкий аромат, даже немножко прохладный, но в то же время есть сладковатые ноты. Такая незаметная буаль. Я сейчас подумала, что действительно это мог бы быть аромат королевы, потому что он очень благородный, по-королевски звучит, и ненавязчиво, но в то же время дорого, и я бы даже сказала властно. Dolce & Gabbana Кью, мой парфюмерный дубль. Следующие мои парфюмерные дубли это Lanvan Rumeau 2 Rose. Аромат очень старенький, 2006 года. Я на пробу вслепую заказывала себе 30 мл, а не каких-то смешных денег эти ароматы стоят. Так как мне очень понравился пробник, так скажем, этого аромата в 30 мл, я заказала себе большой флакон. Аромат 2006 года это аромат женственности, 100% женственности. Здесь очень яркий цитрусовый старт, здесь и лимон, и бергамот, и грейпфрут на старте. Также есть груша и роза, магнолия, жасмин ландыш в сердце и мускус пачули амбра в базе. Очень люксовый аромат, так пахнут многие парфюмерные магазины, при этом очень тонко, очень ненавязчиво, неуловимо и очень женственно. Действительно, я бы сказала, такой классический женственный аромат. Ничем не напрягает, никакая нота не выбивается, база не свербит, как это обычно бывает в люксе, когда особенно ароматы недорого стоят. Здесь все очень-очень благородно и даже не скажешь, что вот 100 миллилитров я, по-моему, купила в районе 3000 рублей. Очень бюджетный аромат, очень классно пахнущий аромат, аромат на все времена, поэтому я решила его задублить. Lanvan Romero 2 Rose. Следующий дубль это Шапар Мель де Араби. Я, кстати, вот этот дубль продаю, если вам интересно, пишите мне, я вам вышлю список всего того, что есть у меня в наличии, в продаже. Я продаю несколько десятков ароматов из своей личной парфюмерной коллекции и даже с дублями решила расстаться, потому что вот этого аромата 50 миллилитров у него хватит до конца жизни, даже на несколько жизней его может хватить, поэтому этот аромат, флакон, я даже не стану раскрывать. Купила его потому, что он мне понравился, здесь специи, мед, гранат и чай. Достаточно ретровый аромат, но достаточно необычный, не банальный, не тривиальный. С ним надо подружиться, к нему надо принюхаться, прислушаться, но он очень не похож ни на что. Такого аромата я не знаю, это какой-то умиротворяющий аромат, достаточно холодный, но при этом достаточно благородный. Так бы мог пахнуть, кстати, какой-нибудь магазин с дорогой ювелиркой, да, даже могло бы так пахнуть, наверное, в магазине Шапарт, потому что это, знаете, аромат банка, аромат денег, и не побоюсь этого слова, действительно, так пахнет в дорогих отелях, так пахнет в дорогих магазинах. Шапарт Мель Дереби. Ну и, конечно же, я не могу вам не показать мои неизменные дубли. Это моя любимая молекула Эсцентрик 01, у меня всегда стоит запечатанный флакон, потому что я не могу остаться без этого аромата, не буду пока вскрывать распечатанный флакон, потому что у меня есть еще вот эта элементированная версия Эсцентрик 01, которую я пока не использую, тоже у меня стоит на выходе из квартиры. Аромат 2006 года, аромат радости, аромат поднимающий настроение, аромат должен сесть на кожу, потому что здесь iSoy Super это молекула, которая на каждой коже индивидуально раскрывается, соответственно, на мне он красиво звучит, а на моей подруге, как это мы пробовали, он как-то не очень, он как будто бы кислит, уходит в мускус и как-то очень мужественно звучит, а вот на мне он раскрывается красиво, поэтому ароматы Эсцентрик, они должны сесть на кожу носителя. Также здесь есть розовый перец, лимон, ирис, я поливаюсь я ношу его всегда, в любую погоду, он мне поднимает настроение Эсцентрик 01, Эсцентрик Молекулс. Еще один аромат, который у меня задублен, это Дольче Габана, Дольче Шайн версия Гарден. Я задублила вот такой набор, второй набор выглядит у меня вот так, и кстати, второй набор я также продаю, поэтому если интересно его приобрести, пишите мне все контакты внизу в описании к этому видео. Это аромат роскоши и отдыха. В верхних нотах здесь магнолия, нироли, в сердце кокос, франжипани и ланг-каланг, в базе абсолю ванили, миндальное молочко и сандал. Достаточно такой, знаете, аромат непростой, то есть это не просто цветы, здесь такая серьезная подложка из кокосовых миндальных нот. Все это навевает ассоциацию с отдыхом, и вообще, в принципе, вот эти ароматы с розочкой, они очень женственные, очень легкие, универсальные, подойдут под каждое мероприятие на любой случай, на любую погоду, поэтому я люблю эти ароматы, и также хватаю их в дублях. у меня есть пион, у меня есть шайн, у меня еще какой-то есть аромат с этой розочкой, в общем, очень много у меня этих ароматов, и даже задублила гарден, но я понимаю, что я его не использую, поэтому решила все-таки второй набор продать. Буду благодарна вам за лайки, спасибо за просмотр, пишите в комментариях свои парфюмерные дубли, что сподвигает вас дублить парфюм, какие ароматы из мультивселенной парфюмерии, где миллиард ароматов разных, какие вы дублите, какие ароматы вы покупаете повторно. Будет мне очень интересно почитать ваши комментарии, и подписывайтесь на канал, до встречи в следующих видео, всех целую, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok